Я всех приветствую на нашем строительном канале, всех самостройщиков, всех начинающих строителей и даже профессиональных, если они к нам заходят на канал. Для меня это очень приятно. Сегодня установим имитацию бруса на стены, соберем перегородку двери, поставим панелку, сделаем примыкание углов. Но давайте я не буду забегать вперед, начнем с вами по порядку. Почему у меня настроение такое, друзья? Сейчас опять 8 утра, проснулся, полон сил, я готов к работам. Давайте мы начнем сейчас с обшивки этой стены. Потихонечку мы пойдем-пойдем, дойдем до сюда. А потом уже сюда приделаю каркас и мы построим первую нашу дверь вот здесь. И что самое хорошее, мы закончим, получается, парную. Дверь эта будет здесь прям в тему. То есть мы уже подытожим, все закрыли, все стало классно. Короче, я к чему сейчас клоню? Начнем мы все-таки с имитации бруса, но двери, наверное, будут сегодня в этом выпуске. Прежде чем начинать работу над банькой, нам нужно где-то раздобыть имитацию бруса. На улице уже пурга и прям метет по-дикому, но для того, чтобы мне раздобыть имитацию, я должен вернуться в нашу золотую прекрасную осень. И сделаю это, как всегда, своим волшебством. Сейчас небольшая минутка, как бы и рекламы, но без рекламы. То есть я не преследую никаких финансовых выигрышей за это. Но в который раз имитация бруса меня выручает компания Сильва Хаус, которая занимается производством и строительством домов из клееного бруса. Компания выпускает отличную сращенную кедровую имитацию экстра-класса. Ею мы и будем обшивать нашу баню. Все, вот забираем. Так, имитацию бруса мы раздобыли и теперь мы начинаем с вами обшивать стены. Поэтому, пользуясь случаем, можете подписаться. И пользуясь случаем, можете поставить лайк, потому что в конце фильма вы можете о нем забыть. Отменить его в конце фильма никогда не поздно, если вдруг вам кино не понравится. Я очень благодарен вам за те советы, которые вы давали мне по той сауне, которую я строил у себя на участке, с по капсула. Там я располагал ламели горизонтально, неправильным швом. Паз находился у меня сверху. На самом деле, ваши советы помогли мне и помогут будущим строителям бани не попасть в просаг вот этим самым нюансом. Поэтому, друзья, если вы начали делать баню с горизонтальными ламелями, не с вертикальными, то лучше всего начать сверху и шип должен быть кверху, паз должен быть книзу. Это важно для дальнейшей эксплуатации, потому что вода будет заходить в этот паз, сами понимаете, и долго баня тоже не проживет. Но мы будем делать вертикально, поэтому у нас никакой разницы нет. Единственный момент, что нам нужно как-то пройти вот этот угол, подставлю сейчас сюда ровную имитацию, и увидите, сколько будет щелей. Я хочу сделать хорошо, поэтому, подставляя имитацию, я сейчас пройду карандашом и электролобзиком вырежу все под геометрию этой стены. Начнем с того угла. Друзья, я решил, что расстояние в 5-7 мм от пола нам, в принципе, будет за глаза. Также я взял вот такие замечательные струбцины для того, чтобы фиксировать имитацию, пока я буду расчерчивать карандашом все погрешности стены. На всякий случай нам нужно использовать уровень, чтобы отстрелять горизонт, потому что, если я отмечу не по горизонту, у нас вся стена пойдет кривой, а это неправильно. Никогда не задумывался, что сверла имеют определенное свое назначение. И начал я пилить сначала вот этим сверлом. Фигурность его меня не устраивает. Открыл информацию. И здесь сказано, что оптимальный клиент КУД это чистый рез и фигурная резьба происходит сверлом Т101АО. Вот. Это соответствует вот этому сверлу. И рез получается фигурный, ровный и интересный. Поэтому смотрите на маркировки. Это полезно. Так, друзья, я изготовил вот такие крючочки. Это просто из гвоздя. Теперь мы устанавливаем на высоту примерно 6 миллиметров, как я говорил. Вплотную подставляемся. И вот так оп! Здесь заколотились. Теперь надо это все забить. Вот этот остаток, который был. Подставляю. Примыкание мне очень нравится. Идеальное примыкание делать здесь не стоит, потому что он нагревается. Зачем это? Это будет лишнее. Мне предлагали использовать кляймер на степлер. И я купил кляймер. Они у меня есть, но вариант не очень хороший. Прям саморезом в паз. Все, больше ничего не нужно. Да, еще, друзья, совет. Не делайте имитацию друг к другу вплотную. Не стыкуйте ее, прям сбивая в кучу. Чтоб небольшой пазик, свободность была. Если это будет мокрая зона, и вы стыкуете все вровень, у вас, возможно, будет гармошка. Так что вот этот тоже момент учтите. Дерево живой материал. Дерево живой материал. Тем временем работа у нас идет, и она идет прям активно. Сейчас я сделал вот этот проем. Здесь будет дверная коробка. Хотел вам не показывать всю эту гадость, потому что пришлось использовать бруски из старой бани, так как просто у меня не хватило бруска, а работу надо закончить. Для того, чтобы зашить уже эти стены до конца, необходимо сначала установить дверь. Дверь будет стеклянная. Сейчас я ее принесу и вмонтируем. Да, ребята, посмотрите. Все же знают, что у кедра сучок располагается каждые 20-30 сантиметров. Здесь его нет. Матовая, крутейшая, стеклянная дверь лежит сейчас у моих ног. Ну что, с Богом, поехали. Дверь должна соприкасаться везде ровно. Так, мне нужен шуруповерт. Ты мне скажи, по верху стекло у тебя ровно идет по этому? Должно быть везде одинаково. Еще раз по низу, что говоришь? Надо куда? Сейчас хорошо? Вверх на меня. Все, вверх на меня вот так. Какой косяк? А, подожди, его надо приподнять, получается, да? Просится, чтобы я приподнял его, да? Слушайте, по-моему, я уже говорил, что у меня душа поет, а сердце плачет. Нет, вообще прикольно получается. Может быть, я немножко нетрадиционно зафиксировал эту дверь, потому что я просто взял через блок длинным 8-сантиметровым саморезом, продел, и получается, что на этой двери у меня вообще нигде не будет торчать саморезы. То есть здесь я врезался в сам бетон и поставил туда анкера. Но длинными саморезами я просто фиксанул через эти блоки, фиксанул через те блоки, и здесь у меня просто будет пенный шов. И это все очень хорошо держится. Осталось только пропенить, подождать несколько минут и начать обшивать эту стену. Смотрите. Если у вас появилось желание написать мне о том, что сейчас все расширится и дверь перестанет закрываться, друзья, я еще раз говорю, здесь стяжки, и здесь вот эта дверь, она прям вот напряжена туда, и я подставлял специально к линии, для того, чтобы она немножко подошла к стеклу. Поэтому ей очень тяжело будет распиреть эту дверь до того, чтобы она прям вот не закрывалась. Сейчас это застывает, и мы продолжаем зашивать нашу стенку. Один из самых необходимых факторов, которые в бане зачастую люди не делают, а это прям вот необходимо, это в мойке сделать паз под 2 сантиметра, парной сделать хотя бы 0,5-1 сантиметр, потому что конвекция тепла, плюс влажность, плюс застои воздуха и так далее, все это может повлиять пагубно на вашу баню. Вот такой оптимальный вариант даст нам возможность сохранить нашу баню на долгие-долгие годы. Также необходимым моментом является вентиляция, о которой я уже говорил в предыдущих фильмах по ссылке. Рассказывать досконально о том, как фиксировать к стенам имитацию бруса, я думаю, особо не стоит. Для вас она не является никаким секретом, я думаю, тысячу раз вы это уже делали. Но, конечно, я все-таки покажу. Фиксация имитации бруса к стене здесь главным фактором, я считаю, это не подтягивать ее для того, чтобы не было компенсационных завзоров, ничего такого, чтобы щелки были все равно какие-то оставались, потому что при влажности дерево будет расширяться, в любом случае оно будет расширяться, это живой материал, и оно может пойти гармошкой. На сегодняшний момент у нас готова уже, так, парная. Как я в своей сауне, можете посмотреть фильм про спа-капсулу. В ней я обрабатывал все проемы специальными уголками из строительного магазина. Здесь я также пройду этими углами. А вот здесь, вот здесь, тут уже будет просто стандартная панелка двери. Угол. Было сложно сделать это примыкание. Мне пришлось сюда вкатать сейчас герметик силиконовый, я потом его пройду, все это дело прошлифую, будет очень красиво. Но этот угол я не знал, как пройти имитация, я придумал это вот таким путем. Там снутри есть тайный крепеж, скрытый крепеж тайный. Сложностей никаких, ребята, я хочу в который раз сказать, что дерзайте, делайте это своими руками, и все у вас получится. А сейчас надо, знаете, как сделать? Я покажу вам некоторые элементы, а вы будете видеть это, как было в той баньке. Конечно, в конце еще я со Сметой вместе сделаю вам фильмец такой прям «Баня 90-х и современная баня». Такие вкрапления, будет интересно. А сейчас просто парочку кадров, смотрите. Мы зашли сюда, я помню. Я показал этот угол, какой он сейчас страшный, да, как все там разваливается. Вот здесь я опустился, это около мойки, показал вам, помните? Полог, которого еще, кстати, нет, но он был вот здесь находился. Стена была прямая, но вы тоже можете видеть. Заходим в парную. Печка знакомая вам уже, труба знакомая, вы ее помните. Здесь был кирпич, вот он он. Полог. Полог был немножко гниловат, сам пол был не совсем качественный. Ну вот так. И вот к чему мы потихонечку с вами приходим. Поэтому, друзья, вот давайте дождемся самого последнего ролика. Посмотрим вместе его, как это будет. А потом уже напишем свои злые такие прям хейтеровские комментарии. Или наоборот положительные, что баня получается неплохой. Я приехал за инструментом на стройку. Здесь даже мне сказали, трактор почистил. Смотрите. Вот, короче, вот так поковырялся и понял, что перспектив ноль. И трактор уехал. Это дорога к моему дому. Чтобы вы понимали, она сейчас где-то чуть выше колена снегом заметена. У меня возникают вопросы. А правильно ли я все делаю, что строят там дом? И еще я отсюда вижу уже, что у меня по уровню забора снега вон намело. Как бы печально это не было. Но дойти надо. Мне нужен инструмент для работы. Мне, конечно, надо было еще, блин, несколько балок взять. Но тащить их по этим сугробам, наверное, будет нереально. Так, ладно, все. Пойдемте, сходим. Вот, нифига себе съездил за инструментом. Смеркалось. Слегка. Осталось немножко почистить. Ну и буранчик на улице, конечно. На стройке у меня были просто углы. На стройке были плентуса. И я их притораканил. Также еще были саморезики для фиксации имитации бруса. Слушайте, хочу извиниться, что часто использую слова не по назначению. Как, например, со сверлами на третьей минуте. Конечно же, это полотно для резки по дереву. Зациклилось в голове. И так и назвал. Когда мы общаемся в диалоге с людьми, можно себя поправить. Можно изменить слово. Когда снимаешь видос, то увидишь то, что ты назвал не то слово, когда уже идет монтаж. И, конечно, его уже изменить не получится. Поэтому, друзья, прошу прощения. И когда вот слова так меняю, приходится их какими-то вуалировать такими видосиками, картинками и приколами. Я думаю, каждый с этим сталкивался. Я надеюсь, вы меня поймете. Сегодня такой видос, что я больше болтаю, чем делаю, по-моему. Простите меня, пожалуйста. Больше этого не повторится. Работаем. Один моментик еще поясню. Кафельная плитка укладывалась с небольшими погрешностями. В любом случае, где-то выше, где-то ниже. Чуть-чуть это есть. Так как эта плитка, она еще имеет уклон. Она укладывалась в 45 градусов. Ну, короче, сам себя сейчас отмазываю, но тем не менее. И когда я подставлял бакулочку конкретно под каждую ламельку, у меня получилось где-то выше, где-то ниже. Один из моментов, к которому я сейчас пришел и хочу с вами поделиться. Теперь я укладываю целую ламельку на низ и укладываю все ламели на стену. И получается, что у нас ровно-ровно-ровно идет полоска пола. Вот. Ну, не знаю. Может быть, вы это знали и до меня, скорее всего. Но я к этому пришел. Вы тоже, как и я, считаете, что запилы 90 градусов, это уже пережиток времени. Сейчас самые интересные запилы, это либо ровно здесь, чуть повыше, и идет ровно здесь. Либо он выходит сюда больше, а этот идет под ним. И мне кажется, это будет намного интереснее смотреться. Да, действительно. Жалко только, что это сосна, потому что в кедровом исполнении у меня не было. При неимении гвоздиков они делаются вот из таких, которые с кляймерами в комплекте шли. Просто я обточил головки и сейчас на них зафиксирую нашу опанелку. Так, с опанелочкой закончили. Покажу вам. Ребят, ну, получилось вот так. Давайте дверь закрою. По-моему, интересно. А теперь мы с вами сделаем внутренний угол, потому что вот эту всю порнографию тоже надо закрыть. Закрывать я ее хочу вот таким угольничком. Будет здорово. На самом деле, вымерять ее, друзья, это очень-очень-очень просто. Так, в двух словах. Замеряется только проем, здесь замеряется высота. Все, больше тут ничего не надо. Гвоздики, как я уже показывал, затачиваем. Кстати, вот что заметил я вот по вот этим углам. Если они подвергаются влажности, то есть на них попадает вода впрямую, тогда советую их крепить и здесь, и здесь. Если они находятся в парной, без разницы. Потому что у себя, в моей спа-капсуле, я крепил с одной стороны, и там, где вода попадала, произошли проблемки. Можно подточить то, где не подходит. Я предполагаю, что видос уже у нас получился не маленьким. Отнимать лишнее время я у вас не хочу, поэтому работы, это вот эта стена и дверь, мы перенесем с вами на следующий видос. Если времени у нас хватит, я покажу, как я отделываю топку с внешней стороны, и мы начнем с вами потолок. Если не сложно, пожалуйста, в комментарии напишите, насколько вам нравится или не нравится такой ремонт. Правильно ли я все делаю, и если допускаю ошибки, то укажите на них, пока их можно еще исправить. Я крайне благодарен вам за то, что вы посмотрели видео, и крайне благодарен за то, что вы даете полезные, своевременные и правильные комментарии. Так держать, друзья, именно это и развивает наш канал и делает наш канал сильнее. С вами был Дэн, стройщик-самостройщик. До скорой встречи. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok